Агата Миллер 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 Она и писать-то начала за тем, чтобы удержаться на краю своей тайной пропасти Агате было 23 Она уже была помолвлена с Арчи Кристи Но тут началась Первая мировая Он ушел на фронт, а она поступила на работу в госпиталь Она была достаточно взрослой, чтобы понять Нужно пересиливать себя Нужно оставаться в настоящей жизни А эти бинты, эти стоны, эти раны При всей их кошмарности Были самоделищными, настоящими Но напряжение этой реальной жизни было как-то слишком велико Агата ощущала, что еще немного И ее утянет в эту черную воронку Ей просто необходимо было удержаться Она призвала на помощь логику А где ей быть, как не в детективном романе Выставляя хитроумную цепочку мотивов убийств И его обстоятельств, улик Которые предстояло отыскать сыщику Агата уходила от ежедневного напряжения Но оставалась в пространстве реальности В ее власти А 3 декабря 1926 года После крупной ссоры с мужем Агата Кристи села за руль И уехала, сообщив прислуги, что скоро вернется На следующее утро Ее покинутую машину нашли на обочине дороги Ее уже знаменитую писательницу Искали всей Англией Водолазы обшаривали окрестные водоемы Толпы полисменов и добровольцев Прочесывали поля и проселки А она, словно решив перенести в жизнь Сюжет очередного романа Просто исчезла Нашли ее абсолютно случайно В каком-то санатории Жила она под чужим именем Исправно ходила на все процедуры И то ли не могла, то ли не желала Вспоминать о своем прошлом Возможно, все бы обошлось Но первой примчалась к Агате сестра Мэдж Влетела в комнату с криком Агата, дорогая, посмотри на меня Я же твоя старшая сестра Старшая сестра? Агата нахмурилась Селись припомнить Старшая сестра! И тут Агата побледнела Старшая сестра! Почти на год она провалилась В черное забытье Не узнавала ни мужа, ни сестру, ни дочь Называла себя самыми разными именами Бывало просто чудом, что курс лечения У психиатра и сеансы гипноза Все-таки заставляли ее признавать себя Агатой Кристи Понятно, что брак вскоре закончился разводом Ну а дальше она спасала себя сама Так быстро и много, как после этой болезни Она никогда не писала Киркюля Пуаро прибавились Вместо Смарпл убийства становились Все изощреннее, а интриги все хитрее Публика восхищалась гением писательницы Близкие поражались откуда бы В их несообразительной и кроткой Агате Взяться такой любви к преступлениям И к такому дьявольскому хитроумию А для нее каждый томик очередного детектива Ложился кирпичиком в стену Которой она решила навсегда замуровать Путь в ту черную бездну В 1930 году 40-летняя писательница Во второй раз выходит замуж За студента-археолога, который на 14 лет Моложе ее Все находили этот брак сумасбродством А они прожили вместе 46 лет 46 и были счастливы До самых последних дней Макс Милуэн Раскапывал курганы в Ираке И она сопровождала его в экспедициях Чистила, сортировала, описывала Извлеченные из земли черепки и керамики 2000-летней давности Забавно, но многие экспонаты Ведущих археологических музеев мира Сегодня красуются в витринах Исключительно благодаря этой писательнице А не археологу Ей Агате Кристи Впрочем, она хотела взять фамилию мужа И стать Агатой Милуэн Но не смогла Ее имя к этому моменту Стало сверхпопулярной торговой маркой Иркюль Пайро и Мисс Марпл Соперничали в славе С Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном Спектакль «Мышеловка» по ее пьесе Шел в Лондоне ежедневно В течение 22 лет И это абсолютный театральный рекорд А она все продолжала писать в анкетах В графе род занятий Тот ответ, который считала верным И который так счастливо была обрести Замужняя дама Такая аж настоящая замужняя дама Как и сотни тысяч других Ну а писательство, ну какое это занятие Если у человека недомогание Он ведь не пишет в графе Род занятий я принимаю пилюли Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok